14.00 новости в эфире телеканала Дом. Студия Анна Нитченко. Здравствуйте. Верховная Рада назначила очередные выборы в местные органы власти на 25 октября. На неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма голосования не будет. Выборы состоятся там только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Постановление об образовании новых районов в административном устройстве страны народные депутаты отозвали с рассмотрения. Местные выборы будут полностью на всей территории Украины. До областных рад, до районных рад, на жаль, я скажу це, и до всех рад объединенных территориальных громад по всей территории Украины. До областных рад Донецкой и Луганской области выборов не будет. Мы понимаем, почему. Мы не можем визначити, какие там спильные интересы. Наш комитет працював долго над целью постановой. Зараз вы побачите по поддержке в зале, что она є компромиссною, правильную, узгодженную центральну выборчую комиссию. И такой, яка забезпечит нам законные выборы. Под стражей до 11 сентября апелляционный суд оставил под арестом без права залога главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. По версии следствия, он заказчик убийства Екатерины Гондюк. Активистку и советницу мэра Херсона облили серной кислотой в июле 2018 года. От ожогов она скончалась спустя три месяца. Мотивом преступления, по мнению правоохранителей, стала ее общественная деятельность. Организаторов и исполнителей ранее осудили на разные сроки – от трех до шести с половиной лет тюрьмы. В аэропортах Киева и Львова обустроят лаборатории для прохождения ПЦР-тестирования. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, прилетевшие в страну смогут сразу сделать анализ, чтобы не проходить самоизоляцию. За прошедшие сутки в Украине снова возросло количество больных COVID-19 – 835 новых случаев. Больше всего во Львовской, Харьковской и Закарпатской областях. А в Киеве побит суточный рекорд с начала пандемии – 147 заболевших. На сайте Центра громадского здоровья четко визначен перелик лабораторий, которые расположены по всей стране, где человек, который вернулся из страны, из черной зоны и должен быть в самоизоляции, установив додаток действий дома, может пройти тест и в случае негативного результата применяется и самоизоляция. Тем временем на границе со стороны неподконтрольной Киеву территории Донбасса выстроились очереди на выезд в Россию. Как пишут в местных группах в соцсетях, люди ожидают пропуска до 10 часов. При этом на КПП изварено ни одного человека в маске, включая работников таможни. С сегодняшнего дня Россия отменяет обязательную двухнедельную самоизоляцию для объезжающих при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Министерство здравоохранения Украины готовит новые правила для учебных заведений. Как рассказал глава ведомства Максим Степанов, прорабатывают ограничения и медицинский контроль в школах, совмещение обычного режима и дистанционного, и изучают опыт других стран. Об основных требованиях к образовательному процессу в условиях пандемии рассказала соучредитель общественной организации «Батьки СОС» Алена Парфенова в программе «Пять вопросов на злобу дня». Дезинфекция однозначно будет происходить. И однозначно то, что все понимают, на сегодняшний день нужно уменьшать количество детей в классах. Это самое первое, о чем надо говорить и что надо делать. Другое дело, что у нас есть школы, где и сами классы очень маленькие, не хватает вообще классных аудиторий для того, чтобы все дети находились в школе. Поэтому, возможно, будут вторые смены, возможно, будет учеба через день. Но в любом случае все согласны, все понимают эту проблему и все говорят о том, что дети должны быть в школе. Подтвердить свой налоговый номер украинцы теперь могут с помощью ID-карты или свидетельства о рождении. Верховная Рада внесла изменения в налоговый кодекс о том, что идентификационный номер на ID-карте имеет такую же юридическую силу, как и в бумажном виде. Это позволит не носить с собой справку с номером налогоплательщика. К 1 августа в Харьковской области планируют завершить ремонт дорог. В рамках программы «Большое строительство» это более 20 путепроботов местного значения. Сейчас на участке трассы, которая ведет в Луганскую область, находится наш корреспондент Наталья Белокудря. Наталья, рассказывай, как продвигаются работы. Аня, это трасса государственного значения Чугуев-Миловое. Это долгострой. Работы на нем длились более 4 лет. Ни одна подрядная организация здесь занималась тем, что укладывала асфальт. И только в этом году в рамках проекта «Большое строительство» уже готовы 108 километров. 68 из них были достроены. Про эксплуатацию трассы и выделение средств сегодня отчитался начальник дорог Харьковской области. Предлагаю послушать. «Загальна вартість проекту від моменту початку роботи до моменту введения в эксплуатацию складает 1 млрд 507 млн грн. В цьому році вклада на эту дорогу будет 690 млн грн. Уже проводятся работы упорядоченные, влаштование съездов, очевидение установления автобусных, влаштовых майданчиков, мы влаштовали додатковый майданчик габаритно-вагового контроля». «В цьому році мы отримали грошовых коштей в полтора раза больше, а не в минулому році. На сегодняшний день я мушу констатувати, что до 1 серпня мы завершим все наши 24 объекты. Харківская область является областью номер один по выполнению местных дорог. При этом на ремонте дорог Харківской области удалось сэкономить 90 млн грн. средств, которые выделили. Это 12% от общей суммы, выделенной на ремонт. Боблгосадминистрации это объясняют конкуренцией среди подрядчиков. Материал для ремонта предлагают 14 асфальтобетонных заводов. Таким образом, средняя стоимость одного километра дороги 9 млн грн, а иногда и 7 млн. Студия, передаю вам слово. Спасибо тебе за детали, Наталья. Из Харківской области Наталья Белокудри рассказала о ремонте дорог в рамках программы «Большое строительство». От мины снарядов на Донбассе погибли 3 человека, еще 22 ранены. Такие данные за июнь 2020-го сообщает датская группа по разминированию. Всего с 2014-го в Донецкой и Луганской областях в результате взрывов на заминированных участках погибли 644 человека и 1346 получили ранения. Более 200 участников акции протеста задержали в Беларуси. Люди стихийно вышли на улицу в поддержку оппозиционеров, которых ЦИК не регистрирует кандидатами в президенты. Но митинги переросли в стычки с ОМОНом. Стихийные акции протеста прошли сразу в нескольких городах Беларуси. В столице люди призывали допустить независимых кандидатов на президентские выборы, хлопая в ладоши. Вскоре в центр города подъехали автозаки и начались первые задержания. Мы вот сейчас были свидетелями, как ребята перед нами шли, компания «Человек-9» и просто из автозака выбежали сотрудники ОМОНа и люди в гражданском. И просто всех без разбору, кто бы там ушел, всех забирали, абсолютно все. В моей стране сказали, что у меня нет имени, нет слова, нет голоса. Я чувствую, что меня просто нет. И поэтому я решила выйти, чтобы дать всем понять, что я есть. У нас другого выхода нет, чтобы дать свой какой-то голос и сказать, что мы в этой стране есть. Главными соперниками действующего президента Александра Лукашенко называли двух оппозиционеров. Но центр избирком отказался их регистрировать. Валерию Цыпкало забраковали подписи в его поддержку. Хотя он собрал в два раза больше, чем нужно по закону. А экс-банкиру Виктору Барбарико отказали под предлогом несоответствий в декларации о доходах. В июне его взяли под стражу, обвиняют в финансовых махинациях. Барбарико направил жалобу в Комитет по правам человека ООН. А его команда добивается пересмотра решения центра избиркома в суде. Мы подготовили жалобу на нарушение законодательства Республики Беларусь о выборах. В ней мы требуем отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Дмитриевича Бабарико и Валерия Цыпкало. А также изменить меру пресечения Виктора Эдуарду, Сергея Тихановскому и всем политзаключенным. Всего Белорусская ЦИК зарегистрировала пять кандидатов. Среди них и действующий глава государства Александр Лукашенко. Он при власти уже 26 лет и следующая каденция может стать для него шестой. Ограничения на количество президентских сроков в Беларуси отменили на референдуме 2004 года. Президентские выборы назначены на 9 августа. Инна Косинская, Телеканал Дом. Внутренний туризм активно развивают в Днепропетровской области. Чтобы было проще ориентироваться, куда поехать и что посмотреть, там разрабатывают туристические карты и создали специальный портал. На нем для удобства собрали все направления и отсортировали по рубрикам. Информацию уже предоставили два десятка объединенных территориальных громад и шесть городов области. Донецкий шахтер сегодня встретится с Ковалевским клубом «Колос» в рамках чемпионата Украины по футболу. Начало в 19.00. Телеканал Дом будет вести трансляцию. В связи с этим итоговый выпуск новостей выйдет в эфир позже, сразу после окончания матча. Напоминаю вам о наших страничках в Ютубе и Фейсбуке. И прощаюсь с вами до завтра в 9.00. Благодарны вам за доверие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова